На дизельной электростанции села Колымское Нижнеколымского района крали топливо. Общий объем похищенного сырья оценивают в 6,5 тонн на сумму в 328 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Напомню, что вот уже 10 дней арктическое село Колымское находится в режиме жесткой экономии топлива, потребляемого дизельной электростанцией. Было ограничено электричество. Одной из причин, как выяснилось, могут служить факты растраты. Тем не менее, принятые меры позволили открыть автозимник Черский и Колымское на 5 тонн. И ожидается, что ситуация окончательно стабилизируется. Репортаж Виталия Абрамова. Колонна, состоящая из 11 единиц техники, в том числе 2 шишиги и 4 микро-грузовика, груженные 25 бочками солярки, выдвинулась из Черского в сторону Колымского около 7 часов утра по якутскому времени. И около 4 часов дня первые машины, в том числе грузовик с продуктами, достигли цели. Таким образом, запас дизельного топлива в Колымском составил более 30 тонн. Сегодня утром сформировали колонну из 6 единиц колесной вездеходной техники. ГАЗ-66, УАЗики и так далее. И сегодня колонна выехала на село Колымское. На сегодняшнее утро запасы дизельного топлива на ДЭС Колымское составляют 31 тонну. И при условии суточного расхода 1,5 тонны данный запас обеспечивает работу дизельной электростанции в течение 20 дней. Такие малотоннажные колонны будут ходить вплоть до поднятия грузоподъемности этого автозимника. Прекращение режима веерного отключения электроэнергии решат в ближайшие сутки. Между тем, параллельно ведутся работы по пробивке автозимников до села Андрюшкино, тоже Нижнеколымского района, где опять-таки возможен переход на экономию топлива. До отдаленного села пробиваются с двух сторон. Это с Черского и Среднеколымска. Откуда? Куда ближе, чем с административного центра самого УЛУСа. На сегодня прошли 50 километров с Налимска. Но точные более данные будут уточнены после, как дойдут до Аргахтаха. Это порядка 130 километров. Еще осталось? Нет, это со Среднеколымы. Тем временем сегодня вскрылась хоть и не основная, но все же веская причина начала чрезвычайной ситуации в Колымском. Солярку крали сами же работники электростанции. Старший мастер, электромонтер и машинист похитили более 6700 литров топлива. По факту похищения топлива возбуждено два уголовных дела в отношении электромонтера электростанции, а также машиниста электростанции. Кроме того, уголовные дела возбуждены заместителями руководителя Колумбского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия. По данным статьям нефтемагнатам-неудачникам местного разлива грозит до 4 лет лишения свободы, а также громадная благодарность от односельчан, естественно, в кавычках. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.